Спасибо огромное за анонс моего скромного сообщения, в котором мы поделимся опытом реализации программы СКАД в Пироговском центре. И на самом деле наш опыт уже далеко не уникален. И действительно мы в рамках других конференций, посвященных проблеме антибиотикорезистентности, имеем возможность слышать позитивный опыт коллег из других стационаров Российской Федерации. Это на самом деле отравно. Я присоединяюсь к поздравлениям в адрес Алексея Юрьевича и желаю все вместе ему коллективам Пироговского центра здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных достижений. Ну и, конечно, мира и тепла в доме. Жаль, что приходится общаться в формате онлайн, но надеюсь, что когда-то мы уже все-таки перейдем к оффлайн-форме и будем иметь возможность общаться воочию. У меня нет конфликта интересов в моем сообщении. Андрей Владимирович уже сказал о программах антимикробиал стюартшип. И, собственно говоря, на наш взгляд, наиболее емкое определение этих программ представлено на слайде. Оно прозвучало в публикации 2017 года. Антимикробиал стюартшип – это управление назначением противомикробных препаратов, которое является согласованным комплексом действий, которое способствует использованию противомикробных препаратов таким образом, чтобы обеспечить устойчивый доступ к эффективной терапии для всех, кто в ней нуждается. Это очень важно на самом деле. Это программы не ограничения, это программы регулирования все-таки, на наш взгляд. И действительно, российским аналогом такой программы, и надо сказать, что достаточно эффективным, емким аналогом явилась стратегия контроля антимикробной терапии. И, в общем-то, национальные рекомендации в отношении реализации этой стратегии, они существуют уже с 2012 года, и сейчас действует редакция 2018 года. И, насколько я знаю, готовится свежая редакция этих рекомендаций. Ключевыми элементами СКАД является, безусловно, стратегия ограничения применения антибиотиков, система инфекционной безопасности и контроля. Это эффективная микробиологическая диагностика, образовательные мероприятия, внутренний аудит и, конечно, мультидисциплинарная команда специалистов, которые всем этим процессом в лечебном учреждении занимаются. С чего же начать? Начинаем мы, конечно, всегда с осознания проблемы антибиотикорезистентности. Мы сегодня уже слышали в рамках данного симпозиума о проблеме глобального роста антибиотикорезистентности, о тех последствиях, которые нас ждут к 2050 году. Но, на наш взгляд, наиболее важно понять, что такое антибиотикорезистентность, именно для вашего стационара, для вашего лечебного учреждения. И вот для того, чтобы это осознать нам, мы в 2018 году провели такое пилотное исследование, оно ретроспективное, и, собственно говоря, просто взяли всех пациентов, которые лечились с инфекцией в отделении реанимации. У нас есть специализированное отделение для таких больных. Их оказалось 330 больных за 2 года. И, собственно говоря, поделили их по принципу, инфекция вызвана антибиотикорезистентным штаммом или штаммом без факторов антибиотикорезистентности. И оказалось, что длительность госпитализации у больных, у которых инфекция была вызвана антибиотикорезистентным штаммом, в 3,5 раза выше, нежели у группы инфекций без антибиотикорезистентности. И летальность, обратите внимание, фактически двукратный рост у тех пациентов, у которых инфекция вызвана резистентным штаммом. Но экономические затраты стационара без них сейчас никуда, к сожалению, и мы должны считать деньги. И обратите внимание, стоимость одного случая лечения такого пациента с инфекцией, вызванной антибиотикорезистентным штаммом, фактически в пять раз превышала стоимость лечения обычной инфекции. Это, конечно, колоссальные расходы стационара, и мы понимаем, что для нас есть антибиотикорезистентность. Это то, с чего мы начинали. Этот слайд я показываю и, думаю, буду показывать всегда. Это наша исходная нулевая точка. В 2011 году мы вплотную столкнулись с той ситуацией, когда наши назокомиальные штаммы, в частности неферментирующие бактерии, синегуменная палочка, ацинетобактер, во многих случаях обладали панрезистентностью, и мы, к сожалению, теряли пациентов от пневмонии, от уросепсиса, когда высевали эти бактерии. Частота эскейп-бактериемии у нас составляла ровно половину в отделениях реанимации, то есть каждый второй случай бактериемии, в общем-то, был вызван возбудителями эскейп, и ровно такая же ситуация была с летальностью. То есть можно было констатировать, что если бактериемия вызвана эскейп-патогеном, особенно граммо-отрицательным эскейп-патогеном, то мы сталкивались, в общем-то, со стопроцентной летальностью у этих больных. Это была катастрофическая ситуация, и, конечно, именно тогда мы задумались о реализации той стратегии, о которой мы сегодня говорим. И что мы сделали за эти годы, и на что следует обратить прежде всего внимание тем людям, тем специалистам, которые соберутся или сейчас внедряют эту стратегию в своих стационарах? Конечно, в первую очередь это создание эффективной команды специалистов, которые занимаются изучением и реализацией вопросов эффективного назначения антимикробных препаратов и реализации мероприятий инфекционного контроля в стационаре. Вот это наша команда, здесь и врачи-анестезиологи-реаниматологи, в общем-то, с них все началось, и очень отрадно, что мы в рамках как раз конгресса, в котором преимущественное участие принимают анестезиологи-реаниматологи, эту тему обсуждаем. Здесь же наши микробиологи, наши уважаемые клинические фармакологи, эпидемиологи, наши уважаемые медицинские сестры, без которых, к сожалению, реализация этой стратегии невозможна, эффективная. И, конечно, эту программу, эту команду должен возглавить руководитель медицинского учреждения, и его функция не столько в том, чтобы разбираться в вопросах антибиотикорезистентности, сколько в эффективной административной поддержке тех действий, тех усилий, которые каждый член этой команды ежедневно предпринимает. То есть руководитель должен слышать проблему и должен понимать ее значимость для стационара, которым он руководит. Безусловно, без административной поддержки реализация такой стратегии также крайне-крайне затруднительна. Необходимо создать эффективные инструменты, в частности, необходимы протоколы, СОПы, инструкции, ну, в частности, касающиеся учета и профилактики инфекции, связанных с оказанием медицинской помощи. СОПы стерильных манипуляций, то есть как проводить ту же самую катетеризацию центральной вены, да, учитывая особенности вашего лечебного учреждения. И, безусловно, нужны протоколы, в которых прописаны правила назначения антимикробных препаратов, касающиеся как эмпирической терапии, так и переоперационной антибиотикопрофилактики. Утверждать или не утверждать эти документы приказами – это выбор вашего лечебного учреждения, у нас они все прошли через приказы по центру и являются обязательными для исполнения. Самое главное, чтобы они были, чтобы они были работоспособными и действенными, чтобы о них специалисты, сотрудники знали, да, они знали, когда ему необходимо, например, принять решение о назначении того или иного антимикробного препарата, да, при той или иной инфекции, куда – посмотри. Да, то есть это руководство к действию. Поэтому в отношении утверждения приказами – это, конечно, ваше личное дело, это совершенно необязательное мероприятие, но мы считаем это важным. Необходимо обеспечить доступ к антимикробным препаратам, и этот доступ должен быть круглосуточным. Никакие ограничительные мероприятия в этом отношении неэффективны. Если вы будете ограничивать доступ к дорогостоящим антибиотикам, да, и выдавать их только по распоряжению дежурного администратора или, там, заместителя главного врача по лечебной работе, то, наверное, да, у вас снизится потребление антибиотиков, но эффективность самой антимикробной терапии, да, если мы говорим о ее рациональности, то она будет скатываться к нулю, по сути дела. Врач, который принял решение назначить антибиотик, он должен иметь к нему доступ. Он определил показания, он отвечает за больного, в конце концов, да, и он должен взять с полки этот антибиотик и ввести пациенту. Кроме того, если эти антибиотики прописаны в протоколе, в вашем локальном протоколе эмпирической антимикробной терапии, переоперационной антибиотикой профилактики, то протокол должен быть обеспечен этими препаратами. Иначе вы неминуемо услышите фразу на утреннем обходе от врача, вот что было, то и назначил. Да, вы вначале обеспечьте нас тем, что написали здесь, а потом уже мы будем так назначать, как прописано. Необходимо вкладывать средства, вкладывать усилия в развитие эффективной микробиологической диагностики. Конечно, нам здесь без микробиологической лаборатории никуда. В принципе, весь мониторинг антибиотикорезистентности, о котором мы сегодня говорим, и Алексей Юрьевич в своем докладе также этому внимания достаточно много уделил, он складывается на эффективной микробиологической диагностике. Если ее не будет, то у вас не будет основы для того, чтобы эффективно реализовать СКАП. Поэтому необходимо усиление кадрового потенциала микробиологической лаборатории. Нужно искать этих специалистов и привлекать к себе. Нужно модернизировать оборудование БАК-лаборатории, потому что без современных методов диагностики сейчас, к сожалению, сложно принимать решения в отношении назначения тех же самых новых антибиотиков. Нужно оптимизировать методологию микробиологического исследования, внедрять ПЦР-диагностику, о которой также сегодня в рамках предыдущего заседания, в частности, мы имели возможность услышать. Но я буду приводить некоторые примеры, которые, может быть, позволят в дальнейшем тем людям, которые занимаются реализацией СКАП и стационарах, принимать какие-то организационные решения в том числе. Ну, в частности, Малдитов диагностика, достаточно дорогостоящее оборудование, которое мы приобрели в 2018 году. Но что мы получили от этого? Во-первых, мы сократили время ожидания микробиологического отчета в среднем на 16 часов в результате реализации Малдитов масс-экстрометрии, такого варианта диагностики. И сейчас мы получили хороший экономический эффект в силу того, что идентификация одного штамма микроорганизма на Малде фактически ничего не стоит. То есть это копейки в сравнении с идентификацией на том же самом автоматическом микробиологическом анализаторе или на использовании других методик бактериологических. Наша лаборатория, в общем-то, до 20 тысяч штаммов в год идентифицирует. Вы можете представить себе объем экономии денежных средств, которые можно пустить на развитие той же самой бактериологической лаборатории в своем стационаре. В 2019 году мы наконец реализовали методику ПЦР в режиме реального времени с определением основных типов карбопиномаз, существующих на сегодняшний день, и, соответственно, с идентификацией грамм положительных возбудителей. И у нас появилась возможность реализовать протокол эмпирической антимикробной терапии, основанный уже на экспресс-ПЦР-диагностике нативного биоматериала, который мы получаем от своих пациентов. И вот этот алгоритм, который прописан для пациентов третьего Б-типа, как раз там с использованием цифтезидимов и бектама, у нас реализован в реальном времени, действительно. Это наш актуальный протокол. И, собственно говоря, что это дает? Сейчас, имея в своем арсенале ПЦР-диагностику и первичные данные ПЦР-диагностики, есть карбопиномаза, нет карбопиномаза, есть грамм плюс, нет грамм плюс, мы имеем возможность раньше проводить деэскалацию. Если в 2017 году деэскалация проводилась в среднем на четвертые сутки, то сейчас это первые-вторые сутки. Мало создать эффективные инструменты, важно научить ими пользоваться. И здесь я хочу обратиться к нашей стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности, которая утверждена распоряжением правительства в 2017 году. И в ней есть очень важный момент, на который следует обратить внимание. Это одна из задач стратегии формирования профессиональной этики поведения специалистов, назначающих противомикробные препараты. Мы должны создать условия, мы должны научить пользоваться современными методами диагностики, современными методами выбора антимикробных препаратов, сформировать знания определенные, вложить их в голову специалистов, и тогда мы можем получить результат. И, конечно, на наш взгляд, обучение, образование наших сотрудников – это и есть формирование профессиональной этики. Мы проводим вот такие мини-семинары в наших отделениях, проводим тренинги, мастер-классы, и сестры наши участвуют, наши уважаемые клинические фармакологи. И, конечно, результат образовательных программ, они тоже не заставляют себя ждать, но, в частности, результат такой в кардиохирургии достаточно показательный. Если в 2015 году все протоколы переоперационной антибиотики, профилактики в кардиохирургии, как бы откладывали в сторону и делали, как привыкли, то сейчас, например, в 2018 году комплоентность исполнения этого протокола составила уже 76%. При всем при этом, какого-либо роста гнойно-септических осложнений после кардиохирургических вмешательств мы не увидели. Необходимо, как я уже говорил, реализовать систему инфекционного контроля и инфекционной безопасности, которая включает в себя много компонентов, начиная от гигиены рук, заканчивая ограничением длительности госпитализации. Такая система у нас в стационаре реализована, и результат ее применения, ее эффективного использования – это снижение доли неферментирующих грамм отрицательных возбудителей в общей структуре стационара при том материале, который мы получаем от пациентов. Доля ацинетобактера у нас фактически сошла на нет, доля синегнойной палочки уменьшилась в 3 раза, с 10% почти до 3,3%. Конечно, необходимо контролировать и оценивать результаты внедрения СКАД, и я приведу буквально один пример, для чего это нужно делать. В частности, это стратификация риска, которая в рекомендациях по СКАД в 2016 году впервые появилась, и сразу же она вошла в наш протокол 2016 года. В частности, для пациентов 3-го Б-типа мы ее не модифицируем, которые стали применять, и в дальнейшем, анализируя потребление антибиотиков, мы увидели, что, во-первых, существует гипердиагностика 3-го Б-типа, когда мы используем вот эту нативную схему, и мы увидели значительный рост потребления карбопинемов. Мы, естественно, эту ситуацию без внимания не оставили, и адаптировали эту схему для условий нашего стационара, в частности, увеличив длительность госпитализации в АРИП с 3 до 7 суток, время дней после операционного периода, когда инфекция развивается, какие антибиотики пациент принимал до этого, или какие ему применялись, и, соответственно, немножко расширили или детализировали факторы риска антибиотикорезистентных инфекций, и это тоже дало свои результаты. Если в 2018 году мы модифицированную стратификацию риска применили, то уже в 2019 году мы увидели значительное снижение потребления карбопинемов как 1-й, так и 2-й группы. Безусловно, реализация SCAD в целом отразилась и на динамике потребления антибиотиков, несмотря на то, что у нас имеется ежегодный рост числа пролеченных больных. Если в 2011 году, когда мы стартовали, у нас было 22 тысячи пациентов, то в 2019 году это уже почти 44 тысячи больных. А при всем при этом общее потребление антибиотиков снизилось фактически в 3 раза, и, конечно, это значительная экономия на закупке антибиотиков. Сейчас мы ежегодно до 20-25 миллионов рублей на этом экономим, и мы эти деньги, безусловно, тоже есть куда вложить. Это и одноразовый расходный материал, и эффективная система профилактики передачи на закомиальных возбудителей, которые мы, в общем-то, используем, эти технологии в отделениях реанимации прежде всего. И если говорить о результатах лечения пациентов с инфекцией в отделениях реанимации, или, в частности, в том отделении реанимации, которое у нас специализируется на этом вопросе, то мы видим тренд к снижению летальности у этих пациентов. Если в 2012 году до реализации СКАД летальности в этой группе составляло 13,6%, то сейчас это 9%. И основной момент, на который следует обратить внимание, это уменьшение медианы длительности госпитализации в отделении реанимации фактически вдвое. Но, казалось бы, с 4 до 2 дней уменьшилась длительность пребывания пациентов с инфекцией в реанимации. Ну, что тут такого? Но это ежегодно больше тысячи койко-дней сокращения длительности пребывания, если взять на всех пациентов. Что такое эти тысячи койко-дней? Ну, в среднем 2018 году у нас, например, стоимость одного койко-дня лечения пациента с инфекцией составляла 38, почти 39 тысяч рублей. Тоже, думаю, арифметика простая. И где взять средства на реализацию СКАД и на реализацию других эффективных технологий профилактики на закомиальных инфекциях, мы с вами можем видеть. Вот это такой обобщающий слайд этапов реализации СКАД в Пироговском центре. Вы видите, что это не какие-то там спорадические всплески. Да, это ежедневные усилия, работа целой-целой команды, огромный специалистов. И я, пользуясь случаем, конечно, хочу поблагодарить каждого из них за то, что они делают в повседневном режиме, помимо своей основной работы. Это в большей степени такая нагрузка, но, тем не менее, дающая свои результаты. Уважаемые коллеги, большое спасибо. Я надеюсь, что уложился в свой регламент. И у нас еще...